Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина и я являюсь завтром в марафонах по контенту. На сегодняшний день, когда записывается данный видеоролик, у нас идет третий поток, и я его веду вместе со своим наставником Виктором Гоголем. И очень часто, общаясь со своими участниками, они мне говорят, что не смогли сделать то или иное задание, потому что у них просто на поставлено, а это времени нет. Хочу сказать, что на сегодняшний день я провела уже два потока вместе с Виктором Гоголем, именно марафона по контенту и один поток по марафону по видео. Видео и всех своих постов достаточно, что заданий много. Дала себе вызов именно до 31 марта, сделала абсолютно все задания. У меня времени очень мало ограничено. Я хочу сказать, что я работаю дизайном корпусной мебели на сегодняшний момент, и у меня свободное время только буквально с 19.00 до 23.00. И при этом у меня еще есть своя собственная семья, у меня есть свой собственный дом, который, в принципе, я тоже выполняю как женщина, естественно, как мама. И поэтому я тоже очень сильно ограничена во времени. Но, несмотря на это, я приняла себе вызов, и я выполняю задание. Вот этот видеоролик, это именно по заданию марафона первого потока, и данное задание у нас шестое. Ну, прежде чем его рассказывать, хочу передать своему наставнику Виктору Гоголеву большой привет. Я не знаю, как марафонцы первого потока вынесли, я не помню, как участники марафона по контенту 1.0 делали данное задание. Оно случится именно так. Главные критерии успеха в бизнесе. Я им не завидую. Честно говоря, я не помню, как они выполнили. Поэтому участникам марафона по контенту тоже самого привет. Я думаю, что для вас этот видеоролик будет так же интересно, как и для абсолютно других участников. И, если честно, Витя, я не поняла задание, но буду рассказывать, и вот так как я его вижу. И мне очень хотелось, чтобы ты, посмотрев это видео, сделал рецензию своей собственной. Поняла я твое задание или нет. А сейчас я буду делать так, как я его вижу. Причем с одного дубля. Критерии успеха. Хочу сказать, для меня критерии успеха, это обозначает только одно, что человек должен быть успешным во всех сферах его жизни. То есть он должен работать в своей собственной любимой работе или в своем собственном любимом бизнесе. Получать достаточное количество денег для каждого человека. Он, вот эти вот денежные финансы, они свои. Он также должен быть успешным именно в семье, при общении с друзьями, в спорте, в здоровье. То есть он должен быть абсолютно успешным во всех сферах его жизни. Дальше. Критерии успеха именно в бизнесе. Для меня. Но хочу сказать, критерии успеха в бизнесе для меня лично, это я как понимаю, это генеральный директор, он успешный, он получает ту зарплату, которую он хочет. И он видит успех в своей фирме именно так, как он хочет. Но при этом, при этом, и те люди, которые на его работают, на этого генерального директора, они тоже зарабатывают именно ту зарплату, на которую они рассчитывают. Только при этом случае они успешны. Именно вот этот критерий, он, по моему мнению, он успешен. Если это все дело переносить именно на МЛМ бизнес, то я считаю, что не только наставник должен зарабатывать, но и он также должен помочь разобраться своим собственным новичкам, помочь разобраться своим собственным партнерам, чтобы они тоже начали получать те результаты, те финансы, которые они хотят. Главный критерий успеха в бизнесе. На мой взгляд, это именно то, что когда вы будете заниматься своим собственным, любимым делом, когда вы будете получать удовольствие от того, что вы делаете, я вам хочу сказать, что вам не нужно будет никаких мотиваций, ни внешних, ни внутренних. Вам не нужно будет дедлайнить, там, я не знаю, вызовы и тому подобное. Вы будете этим все делать с удовольствием, причем с огромным удовольствием будете делать. И вы обязательно добьетесь успеха. Восьмой день. Я очень люблю людей. Я не просто люблю людей. Я их обожаю просто на простое до чертика. Я вот каждого человека, абсолютно каждого человека, с кем я общаюсь, я не ищу их недостатки. Я наоборот, я ищу их, вот именно вот эти вот положительные качества, хорошие положительные качества, которые, в принципе, если с ними поработать, потому что не каждый человек видит свои собственные положительные качества, иногда бывает так, что нужно им помочь и показать, и именно отработать. И вот когда люди, с людьми работаешь, и показываешь их качество, и вот эти качества прям поднимаешь, вот этих людей, они растут на моих глазах. И от этого я получаю удовольствие. Очень люблю учить людей. Я так чёртенько обожаю отдавать свои собственные знания людям. И мне очень приятно, когда... Я точно знаю, что данный человек воспользовался моими знаниями. Он поработал, получил именно те результаты, к которым мы, в принципе, и стремились. И я получаю от этого удовольствие. Я просто-напросто кайфую. Но, опять же, возвращаясь к Виктору Гоголя, как говорится, привет моему любимому остальнику. Он очень часто злится на меня. На самом деле, он прав. Я иногда бываю, что беру вот прям свои собственные знания, прям кулачками. И пытаюсь их каким-то вот образом пихнуть в людей. Люди не воспринимают эту большую информацию просто на простое. Ну, не воспринимают никак. Поэтому мне Витя все время говорит, что дозирую. Обязательно дозирую. Я тебя слушаю. Я обязательно слушаю. Стараюсь, по крайней мере. И вот эти вот знания я стараюсь именно разложить по полочкам и какими-то дозами давать тому или иному человеку. Потому что, ну, не каждый человек может воспринимать большие вот эти вот дозы. Я могу. Но вот другие, к сожалению, воспринимают знания, но не все много. Поэтому мне приходится вот этими дозами все-таки делить. И еще такой момент я очень люблю писать. И это, наверное, у меня с детства. И вот эти вот посты пишу именно искренне, так как я считаю нужно. И, естественно, я учу людей писать. Поэтому именно родился данный марафон по контенту. И мы учим людей писать посты и учим людей записывать вот такие вот видеоролики. Если вы на нас смотрите, я, как на правах реклама, приглашаю вас на марафон наш по контенту. Мы обязательно с вами поработаем. Мы обязательно с вами научим какие-то хотя бы азы написания текстовых постов либо записи вот таких вот видеороликов. И вы получите свои собственные результаты, три условия, что вы будете делать, слушать, выполнять и практиковаться. Поэтому, возвращаясь, главный критерий успеха в бизнесе, я все-таки считаю, это заниматься своим собственным, любимым делом. Когда ты будешь заниматься своим собственным, любимым делом, ты добьешься обязательного успеха. А если вы в МЛМ развиваетесь в той или иной компании, я имею в виду в МЛМ бизнесе, то, в принципе, здесь очень легко. Здесь можно найти такую нишу, любимую вашу собственную нишу, и развить за счет вот этой любимой ниши ваш собственный бизнес. Именно вот через эту нишу вы развиваете свой собственный бизнес МЛМ очень быстро, очень качественно, и вы добьетесь больших успехов. Ну, опять же, я с новичками со своими работой, мы ищем их нишу. Вы должны обращаться к своим собственным наставникам, и именно это их задача – отработать вот эту нишу вместе с вами, найти тут вашу самую изюминку, ваше любимое занятие, при помощи которой вы будете просто-напросто строить бизнес очень легко, очень свободно. Я не знаю, Витя, ну, наверное, ты все-таки посмотришь мой видеоролик и напишешь, это именно то, что ты хотел услышать от участников марафона, или все-таки нет. Но я хочу спросить у вас, у зрителей, по вашему мнению, главный критерий успеха в бизнесе – что это? Какие вы их видите? Хочу увидеть ваши комментарии под своим видеороликом или в социальных сетях, естественно, тоже там же под роликом. А с вами была Оксана Костина, увидимся в следующем ролике. Еще раз Виктору Гоголю, моему любимому оставлю, большой привет!